Всем привет! Сегодня я расскажу, почему диск C постоянно забивается и что нужно сделать, чтобы он никогда не забивался. Также с помощью этого видео вы сможете сильно очистить ваш диск C. Ну что ж, давайте сразу приступим. И первое, что очень сильно и забивает ваш диск C, это временные файлы, которые создаются различными программами, самой операционной системой, браузерами и так далее. Есть несколько типов временных файлов, сейчас я расскажу о тех, которые забивают вам диск больше всего. Эту папку вы можете найти, если вы в семерке, восьмерке и десятке введете вот такую вот команду проценты и между процентами впишите на английском языке папку temp. В данном случае это и есть у нас временная папка, в которой хранится огромное количество файлов, которые временные. То есть они временные так и называются, благодаря тому, что они создаются лишь только на какой-то определенный отрезок времени, чтобы один раз использоваться. И потом после этого они могут оставаться на вашем диске C, лежа мертвым грузом и забивая ваш диск C. Так вот, вы можете перейти в эту папку и посмотреть, что это вообще за папка и где она находится. Ну, во-первых, находится она, если вот посмотреть в путь, то это users, название вашего юзера, appdata, local и temp. И у меня эта папка, она практически чистая, потому что это виртуальная машина, я ей практически не пользуюсь, я пользуюсь только для записи вот именно у вас дисков. Если я возьму, выделю тут все файлы, Ctrl-A, например, пойду посмотрю свойства, то тут у меня не будет заниматься много места. Обратите внимание, всего 28 мег. У вас она может занимать реально гигабайты места. И вот возьмите, это сейчас прямо сделайте, посмотрите, сколько места у вас эта папка занимает. Как я сказал, в ней хранятся временные файлы, поэтому если вы их удалите, ничего страшного с вашим компьютером не случится. Ну, кроме тех случаев, когда есть какие-то дурачки, которые в программах создают какие-то временные файлы, которые на самом деле не временные, а должны храниться долго. И когда они хранятся именно вот в этой папке. Я же, в принципе, всегда удаляю все то, что находится в этой папке. Ctrl-A выделил, Shift-подтвердение удаления нажал и нажал кнопочку продолжить, чтобы удалить все то, что здесь находится. Если что-то не удаляется, вы можете нажать кнопку пропустить и, соответственно, выполнить вот для всех элементов текущих. У вас реально, я вам могу сказать, что после того, как вы очистите вот эту папку, у вас реально здесь может очиститься очень большое количество гигабайт памяти. У некоторых бывает в этой папке по 50-100 гигабайт хламья, которая не удалялась годами и которая реально за годы занимает огромное количество места. Но что делать, если вы постоянно чистите эту папку, а она постоянно все равно забивается? То есть через 2-3 месяца у вас все равно в этой папке начнут появляться новые временные файлы и нужно, естественно, повторять вот эту процедуру, которую я показал. Чтобы ваш диск не забивался, эту папку можно перенести. Это можно сделать с помощью переменных. Есть такие переменные среды, которые определяются в Windows и мы можем их найти через панель управления. Опять-таки, подходит для семерки, для восьмерки, для десятки. Можем нажать вот здесь, либо вот здесь вот напишем панель управления. Вот то же самое у нас отображается. Соответственно, у нас открывается вот такое вот окошко, в нем идем в раздел система и в нем идем в раздел дополнительные параметры системы. Тоже в поиске вы можете просто написать переменные среды, если у вас десятка. Вот здесь вот есть кнопочка переменные среды и здесь есть переменные среды, которые мы можем перенести с диска C на любой другой диск. Естественно, если вы хотите куда-то его перенести, чтобы на диске C у вас места уже не занималось, то, соответственно, нужно переносить на любой другой диск, если он у вас есть. В моем случае у меня на компьютере, ну я буквально сегодня создал два диска. У меня есть C и D диск. D диск пустой. Но, соответственно, C у меня системный и не хотелось бы, чтобы на нем быстро заканчивалось место, не хотелось бы, чтобы на нем постоянно место забивалось, не хотелось бы постоянно его чистить, потому что очень важно, чтобы на диске C было достаточное количество свободного места. Так вот, мы можем перенести все эти временные папки совершенно в другое место. Как это сделать? Ну вот, допустим, у нас есть временная папка Temp и TMP. То есть это все одно и то же и можно перенести, изменить эти папки, перенести их на диск D. Нажимаем кнопочку «Изменить», нажимаем здесь кнопку «Обзор каталога», далее выбираете ваш компьютер, выбираете тот диск, куда хотите перенести эту папку, кроме диска C, естественно. Нажимаем диск D, в моем случае нажимаем кнопочку «В диске D создать папку» и здесь создаем папку Temp. Temp английскими буквами обязательно, то есть не русскими. Вот такая вот у нас будет папочка и, в принципе, мы будем использовать именно ее для того, чтобы хранить вот эти вот файлы. Выбираем эту папку и нажимаем кнопку «Ок». Вы, в принципе, можете использовать данную папку где угодно, на любом совершенно диске, но не забывайте одно маленькое «но». Что временные файлы, они все равно используются, хоть и один раз, но они используются для чего-либо. Так вот, если у вас, например, на диске C, диск C, у вас SSD диск, а диск, например, D и так далее, другие любые диски, у вас HDD, то некоторые файлы, которые будут использоваться временные, они будут работать медленнее на HDD диске, чем на SSD. Но на SSD диске вы разгрузите место, то есть вы должны подумать сами, что вам важнее, достаточное количество свободного места на диске C, либо скорость работы этих самых временных файлов. Если вам нужна скорость работы временных файлов, тогда с диска C, если у вас это SSD-шник, я рекомендую не переносить эти файлы. Если же у вас SSD-шник маленький, и он у вас постоянно забитый, вы не хотите, чтобы на нем быстро перезаписывались эти данные, то, конечно, лучше перенести, и тогда, возможно, снизится скорость. Но это будет в каких-то минимальных совершенных значениях, возможно, которые даже вы не будете замечать. Нажимаем кнопочку «Ок» и вот таким образом нажимаем еще раз кнопочку «Ок». Обратите внимание, у нас появилась здесь папка D-Temp. И то же самое мы приделаем вот с этой папкой. Нажимаем кнопку «Изменить», «Обзор каталога». Вот здесь выбираем мой компьютер, выбираем тот диск, которым вы создали папку, нажимаем кнопку «Ок». И в данном случае, обратите внимание, у меня уже появились две папки D-Temp. Устал мучаться с пиратской Windows 10 Pro? Активация постоянно слетает? Компьютер глючит и ведет себя странно? Или ты просто хочешь, наконец-таки, легализировать свой компьютер? Купи лицензию на Windows 10 Pro раз и навсегда, и больше никогда не мучайся. Цена всего 1300 рублей или 18 баксов. Заходи в группу «Спецкомп», в раздел «Товары», нажимай на товар Windows 10 Pro. Клацай на «Показать полностью». Здесь ты можешь прочитать все о товаре и как его можно купить. Если вдруг очень сильно сомневаешься, можешь почитать комментарии за последние три года. Тут уже 920 комментариев от довольных покупателей. Так, ну есть временная папка не только вашего пользователя, а также есть временная папка еще, которая создается операционной системой. Там тоже хранятся определенные временные файлы, и там тоже может набегать огромное количество файлов, которые будут занимать огромное количество места. Поэтому эту папку тоже можно будет спокойненько перенести. То же самое, вот здесь нажимаем кнопочку «Изменить». Здесь, видите, у нас каталог SystemRoot, то есть в зависимости от того, где у нас находится операционная система. Нажимаем «Обзор каталога» и выбираем тот же самый диск D. То есть можно все кидать в одну и ту же самую папку в Temp. То есть это все равно одни и те же самые временные файлы. Нажимаем еще раз «Изменить», «Обзор каталога» и вот у нас Temp. Окей. Так, думаю, с этим все в порядке. То есть все временные папки мы перенесли на D, и у нас, соответственно, теперь ни один временный файл, который используется операционной системой и вашим пользователям, не будет бросаться на диск C и, соответственно, не будет занимать место. Есть еще один момент, о котором я хотел упомянуть чуть позже, но раз оно уже здесь показывается, тоже хочу рассказать. Есть различные диски, с которыми вы можете синхронизироваться, облачные диски так называемые. Так вот, например, в Microsoft Windows есть в десятке OneDrive. OneDrive синхронизирует те файлы, которые находятся в папке OneDrive с теми файлами, которые лежат в облаке в интернете. Так вот, если у вас там, например, лежит 20 гигабайт каких-то файлов, то все эти файлы будут синхронизироваться с вашим диском, и эти же 20 гигабайт будут занимать место на вашем компьютере. Так вот, чаще всего OneDrive, он находится на диске C и в вашей папке пользователя OneDrive. Так вот, вы эту папку можете тоже спокойно перенести на диск D, чтобы синхронизация происходила не с вашим системным диском, а с вашим диском D. Нажимаем кнопочку «Изменить». Здесь вот это вот OneDrive копируем, нажимаем C, выбираем обзор каталога, выбираем опять-таки этот компьютер, выбираем диск D и создаем на диске D новую папку, которую называем OneDrive. Нажимаем кнопочку «Ок», у нас появляется D OneDrive и нажимаем кнопочку «Еще раз ОК». И теперь у нас синхронизация диска будет уже подключаться на диск D, а не на диск C. Таким образом, вы уже можете сэкономить до 100 спокойно гигабайт места на вашем диске C. Ну, в минимальных там порогах может 5-10 гигабайт, в максимальных реально там до 100, может даже и больше. То есть, это уже один большой плюс. Думаю, с этим все понятно. Нажимаем кнопочку «Ок», 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 но после выполнения этой операции нужно будет перезагрузить компьютер, чтобы уже все последующие файлы сохраняли 100. Там, а те папки, которые были ранее, надо будет их почистить. Соответственно, в них уже сохраняться ничего не будет. Следующее, что я рекомендую вам сделать, это очистить обновление Windows и предыдущие копии и системные вспомогательные файлы. То есть, для этого нам нужно будет просто выполнить системную чистку диска. Это делается очень просто и очень быстро. Просто переходите в проводник. Если у вас системный диск, как и у меня, C, вы клацаете вот прямо на него, нажимаете правой кнопкой, выбираете свойства. Здесь у вас открывается вот такое вот окошко и есть кнопка «Очистка диска». Но есть один маленький момент. Почему-то не у всех отображается вот эта кнопка «Очистка диска». Если вдруг вы эту кнопку здесь не видите, тогда есть второй вариант. Опять-таки, идем в панель управления, пишем в поиске панель управления или клацаем, как я. Идем в «Администрирование», идем в «Очистка диска», здесь специальный раздел. И здесь вы уже выбираете, какой конкретный диск вам нужно будет чистить. То есть, без разницы, как вы зайдете, чистка будет совершенно одинаковая. Вот я хочу почистить диск C. Нажимаю кнопочку «Ок». И вот здесь у меня уже появляются все те файлы, которые я могу учистить. Опять-таки, в моем случае здесь файлов мало. И здесь не проводилось в последний раз обновление операционной системы. Но в вашем случае, вот у меня даже сейчас 525 мегабайт, хотя я эту систему не использую. Я только на ней записываю видео для вас. А в вашем же случае здесь уже может быть 10, 15, а то и 20 гигабайт. Место, которое может занимать, например, старая операционная система. Десятка, которая у вас была версия до обновления. Здесь могут быть все те файлы, которые у вас устанавливались именно сами обновления операционной системы. Ну и вот здесь вы можете посмотреть еще то, что указано. И обратите внимание, я еще не нажал кнопку «Очистить системные файлы». Вот тут будет очищено 525 мегабайт. Нажимаем кнопочку «Ок», «Удалить файлы». И у нас очищается в данный случай 525 мегабайт. Но после этой очистки я бы все-таки рекомендовал выполнить еще и очистку системных файлов. То есть то же самое. Нажимаем кнопочку «Очистка диска», только теперь у нас, видите, остался всего 1 мегабайт. И галочки уже проставлять нету никакого смысла. Нажимаем кнопочку «Очистить системные файлы». Теперь диск будет проверен более серьезно. И у нас вот здесь вот есть очистка обновлений Windows. И обратите внимание, здесь еще появились дополнительные моменты, которые можно почистить. И вот тут у нас «Очистка обновлений Windows». У меня это занимает 2,5 гига. Хотя опять-таки обновлений на этой операционке я практически не делал. То есть уже я почистил довольно-таки огромное количество места, просто проставив все галочки и включив системную именно очистку. Вот смотрите, 2,5 гига при системной очистке. И еще полгига, когда я очистил в прошлый раз. Нажимаю кнопочку «Ок» и нажимаю «Удалить все файлы». Вот таким вот нехитрым способом вы делаете очистку предыдущих копий и системных вспомогательных файлов. То есть все, что касается операционной системы, можете спокойно это все удалять. Никаких ваших личных файлов здесь затронуто не будет. То есть ваши фоточки, ваша музычка, ваши какие-то файлики, игры, документики. Все останется на ваших местах. Что делать, чтобы диск сене забивался обновлениями? Можно отключить обновления. Как это сделать, я показывал в предыдущих своих роликах. Можете посмотреть на моем канале. Следующее, что довольно-таки сильно занимает место на вашем системном диске C, это резервные копии и точки восстановления вашей операционной системы. Что это такое и с чем его едят? Если мы перейдем в проводник, вот здесь вот мы видим все папки, которые у нас хранятся на диске C. Вот в данном случае. Но мы не видим скрытых папок, которые хранятся на этом диске, а как раз в скрытых папках у нас хранятся точки восстановления системы. Давайте откроем скрытые папки, нажмем вот здесь «Вид». Перейдем в раздел «Параметры», «Изменить параметры вида». Вот здесь вот в самый низ опускаем, показывать скрытые файлы и папки и скрывать защищенные системные файлы и папки. Нажимаем «Да» и нажимаем «Применить». Если вы не хотите все это видеть в дальнейшем, то есть сейчас вы можете это включить, то же самое, вы заходите сюда же, но эти галочки ставите на места, и, соответственно, у вас выключаются скрытые папки и файлы. Вот в данном случае, видите, у меня появилась целая куча скрытых файлов и папок. Так вот, есть вот такая папка, которая называется «System Volume Information». Посмотрите в свойствах, сколько она у вас занимает места. Вот в моем случае она у меня занимает 0 байт. Но это в моем случае, потому что я ни разу здесь не делал точку восстановления системы на этом компьютере. Что же будет, если у вас будет постоянно включено автоматическое создание точки восстановления системы и будет довольно-таки много места пожираться этими точками? Как это все происходит? Опять-таки, через панель управления мы можем перейти в раздел «Восстановление системы». И вот здесь вот находим «Восстановление». Здесь выбираем «Настройка восстановления системы». Обратите внимание, у меня на диске «С» и на диске «Д» отключена система восстановления системы, но у вас в большинстве своем случае она включена, потому что по умолчанию эта система включена, и у вас постоянно создаются точки восстановления системы. Так вот, если я перейду настроить и вот здесь нажму «Включить защиту», то я могу здесь выбрать, сколько места на диске у меня будет занимать точки восстановления системы. Так вот, если у вас это включено по умолчанию, то у вас может точки восстановления системы занимать до 30 гигабайт. Ну, в среднем это где-то так, прям не точно, но в среднем многих может до 30 гигабайт на диске занимать точки восстановления системы. Это довольно-таки большое количество. В данном случае я рекомендую вот этот бегунок поставить где-то максимум 5, максимум точнее 10 гигабайт. То есть 5-10 гигабайт будет вполне достаточно, чтобы у вас хранилось достаточное количество точек восстановления. Ну и чтобы очистить эти точки самые восстановления, вы можете нажать кнопочку «Удалить». Таким образом у вас будут удалены все точки восстановления, которые уже были и которые могут занимать огромное, просто колоссальное количество памяти. А вот, смотрите, если я нажимаю кнопочку «Применить», нажимаю кнопочку «Ок», то у меня уже на диске C включена точка восстановления. Вот если я одну точку даже создам, назову ее просто 1, вот сейчас она у меня создается, причем она создается у меня на совершенно практически чистой операционной системе, то есть тут пару программ, которые я устанавливал, которые я вам показывал, и больше ничего нету, то есть это Windows, она не используется. И давайте точку восстановления, сейчас мы ее удалим и выключим опять-таки эту функцию, нажимаем кнопочку настроить, удаляем точку восстановления, вот видите используется сейчас 14.02, но я же как сказал у меня очень маленькая точка восстановления, у некоторых точки восстановления могут занимать до 1 гигабайта, и если у вас например каждую неделю, каждый месяц делаются точки восстановления, и вы их не удаляли, то соответственно это все будет занимать по гигу, а то и больше, и соответственно это может занять огромное количество места. Так вот эти точки можно удалить, но если вы точки используете и если они вам реально нужны, потому что они иногда очень хорошо помогают в восстановлении вашего компьютера, я рекомендую удалять их только в том случае, если вы прямо сейчас можете новую создать точку восстановления, при которой у вас компьютер идеально работает и никаких проблем у вас нет. Тогда можете нажать кнопочку удалить, продолжить, закрыть и все, точка восстановления у вас опять-таки будет 0 и если вы прямо этой функцией не пользуетесь, можете нажать кнопочку настроить, отключить защиту системы, нажать применить, да и нажать ок, и тогда у вас вообще точки восстановления не будут занимать никакого места. Но как вы уже поняли на диске C хранятся не только восстановления системы, но еще есть файл подкачки, swap файл, а также есть файл гибернации. Так вот у меня на данный момент файла гибернации нет, но у меня есть файл подкачки и swap файл и обратите внимание файл подкачки у меня занимает 1,5 гигабайта, то есть грубо говоря 1,37 вот оно как раз четко показывает. В вашем случае файл подкачки может занимать то количество места в зависимости от того как вы настроили ваш файл подкачки, вы могли настроить его ручную, могли настроить его автоматически. Чем меньше у вас количество оперативной памяти, тем больше у вас будет файл подкачки и это нормально, потому что все равно файл подкачки заливается то, что не помещается в оперативную память. И наоборот, если оперативной памяти много, то файл подкачки можно уменьшить до минимума, но в моем случае я не использую меньше 600 мегабайт, чтобы могли создаваться дампы и так далее. В моем случае я использую файл подкачки, но он у меня всего 600 мегабайт, но в данном случае для виртуальной машины я поставил 1400 мегабайт. Почему? Потому что здесь у меня всего 8 гигабайт для виртуальной машины, а на моем стандартном компе 64 гигабайта. Мне файл подкачки нужен только для того, чтобы создавались дампы в момент крашинга компьютера. В других моментах не нужно. Так вот, файл подкачки вы можете отрегулировать так. Опять-таки, переходим в поиск, пишем панель управления, либо вот здесь нажимаем панель управления, если у вас новая десятка. Здесь есть раздел «Система», здесь есть раздел «Дополнительные параметры системы», здесь есть раздел «Параметры быстродействия», вот здесь есть еще «Дополнительно», нажимаем кнопочку «Виртуальная память изменить», и вот здесь у меня в моем случае стоит автоматический объем файла подкачки. И в последних версиях десятки компания Microsoft рекомендует поставить эту галочку и не запариваться с тем, какой у вас объем файл подкачки. Но раньше по интернету были очень много разных видео, в которых предлагалось все это настроить вручную, и чаще всего многим людям неправильно подсказывали, как это все настраивалось вручную, говорили став подкачки на 20 гигабайт, если у тебя 2 гигабайта оперативной памяти, типа все, у тебя будет летать и даже будут игры работать, которые у тебя не работали. Но на самом деле это не так, файл подкачки никак не поможет в играх, и огромный файл подкачки может даже еще и тормозить работу вашей системы, особенно если он хранится на медленном HDD диске. Так вот, вы можете поставить автоматически выбирать объем файл подкачки, либо посмотрите мое уже хоть и старенькое видео о том, с каким объемом оперативной памяти какой файл подкачки вам нужно ставить. Ну и не забывайте о том, что чтобы у вас хотя бы работали дампы, и какие-то минимальные моменты все равно требуют файл подкачки, даже если у вас огромное количество оперативки, я рекомендую минимум оставлять 600 мегабайт файла подкачки, даже если у вас оперативки просто хреново туча. И еще некоторые игры также могут требовать оперативной памяти гигабайт и более. То есть, ну в любом случае, если вы еще играете в игры, и даже если у вас все равно что там 32 и 64 гига памяти, все равно я рекомендую оставлять хотя бы 1200 мегабайт, если вы выиграете в игры. Но не больше. А вот тем, у кого стоит 20 гигабайт файл подкачки, то я рекомендую уменьшить его до 4, до 8, ну 8 даже при 2 гигабайт будет выше горла. И в принципе все равно это будет замедлять систему, поэтому использовать лучше 4 или 6 файла подкачки, если вы уж ставите сами вручную. Здесь вы можете это сделать так. Убираете вот эту галочку, нажимаете указать размер, берете, указываете сколько вам надо, допустим 4 гигабайта, 4,96, и указывается такой же максимальный размер, 4,96. Нажимаете кнопочку задать. Файл подкачки будет применен только после того, как вы перезагрузите компьютер. До перезагрузки у вас будет оставаться старый файл подкачки. В моем случае я запариваться с этим не буду. Нажму вот эту галочку, но таким образом вы можете очистить ваш диск на то место файла подкачки, которое вы уменьшите. Так, теперь про тех, у кого используется гибернация. Гибернация это своего рода такой вот вид сна вашего ноутбука или компьютера. И чаще всего это бывает на ноутбуках, когда гибернация может занимать 10, 15, 20, 30 гигабайт памяти на вашем системном диске. И на самом деле гибернация ничего хорошего не дает, кроме момента того, что когда вы там ноутбук будете выключать, он у вас будет работать тупо только от батареи, то в режиме гибернации он, конечно, будет потреблять меньше электроэнергии, чем он потреблял бы в режиме спячки. Во всех остальных случаях этот режим, он нафиг не нужен, потому что он жрет огромное количество места на вашем диске на системном. Особенно если это SSD, то я бы вообще не рекомендовал его использовать. Так вот, что делать, чтобы отключить эту гибернацию? Опять-таки пишем в поиске английскими буквами cmd, это командная строка. Обязательно командную строку запускаем от имени администратора, по-другому работать не будет. И вписываем вот сюда вот такую вот команду. Можно нажать Ctrl-V в десятке, это будет вот вставленная команда. Если у вас 7 или 8, можете нажать кнопочку вот так вот, изменить, и вот так вот нажать кнопку вставить, и у вас будет вставлено то же самое, что у меня сейчас появилось. Вот эту самую команду я оставлю в описании под этим видео, сможете ее просто скопировать и сюда вставить. Если у вас уже гибернации нет, как в моем случае, то она у вас и не будет отключаться, потому что у вас ее и нет. То есть вы увидите вот такое вот сообщение, просто ничего. Если у вас возникли какие-то ошибки, то скорее всего у вас либо нет админских прав, либо вы запустили ЦНД не с правами администратора, либо еще у вас какие-то проблемы, которые касаются прав. И вам нужно получить все-таки админские права. В моем случае у меня ничего не было написано. Почему? Потому что у меня не была включена эта гибернация, и отключать ее смысла нет, то есть ничего не появилось. Если у вас была гибернация, после отключения перезагрузите ваш компьютер, и у вас здесь будет файлик гибернации, он исчезнет после перезагрузки, и опять-таки, если он занимал, например, 10 гигабайт места, то у вас на диске C добавится 10 гигабайт свободного места. Следующее, что может сильно захламлять ваш диск, это кэш браузеров и кэш различных программ. Кроме кэша различных программ, программы еще, бывает, создают логи, и программы еще создают, опять-таки, дамп-файлы. Дамп-файлы, например, когда программа крашится. То есть, когда что-то у нее работает не так, и она выходит из строя, она создает дамп-файлы. Так вот, эти дамп-файлы могут занимать огромное количество места. Начнем по порядку. Первое, браузер. Вот у меня есть браузер Google Chrome, и пользуюсь именно я им. В моем случае, чтобы в браузере почистить кэш, все довольно-таки просто. Мы переходим в раздел «Настройки», и вот здесь у вас есть такой раздел, как называется «Очистить историю». Опять-таки, как я уже сказал, этим браузером я пользуюсь редко, потому что я его только снимаю для вас в видео. Вы же своим браузером пользуетесь постоянно. И в данном случае убираем вот эти вот галочки, ставим вот здесь за все время, и посмотрите, сколько у вас может освобождено быть пространства. У некоторых, я уверен, будет освобождено гиг, а то и 2, и то и 3, а то и 5 гигабайтов места кэша, который хранил браузер. То есть в данном случае у многих будут разные цифры, в моем случае это мало, в вашем случае посмотрите, это может быть довольно-таки много. Ну и оставляйте, конечно, комментарии, у кого сколько чего было. Кроме того, можете перейти в раздел «Дополнительные», и здесь также есть галочки, которые можно проставить, но именно галочки, которые влияют на количество места на вашем диске. Вот в данном случае у меня влияет только вот это. То есть оставляем эту галочку, и нажимаем кнопочку «Удалить данные». Таким образом вы очищаете кэш вашего браузера. Естественно, у других браузеры могут быть другие. То есть, например, некоторые пользуются Opera, некоторые пользуются Mozilla Firefox, некоторые пользуются Яндексом и так далее. В вашем случае, я показывать в каждом браузере не буду, потому что это долго. Вы идете в настройках, ищите, где можно очистить кэш, и очистяете только кэш. Ни в коем случае не чистите файлы куки, потому что если вы их очистите, у вас будут проблемы с доступом к сайтам, вам нужно будет на сайтах заново вводить пароли и так далее. То есть, если вы хотите почистить историю, то нажимаете «Очистить историю», выбираете только изображение, другие файлы, сохраненные в кэше, то есть то, что хранится именно в кэше. Тогда у вас будет освобождено некоторое место на вашем диске. И это место можно будет уже использовать под новый кэш, и, соответственно, использовать под другие программки и так далее. Чтобы вот это дело не забивалось, чтобы у вас диск C не забивался, вы можете установить портабельную версию программы браузера, которую вы используете. Но на самом деле это не сильно удобно, и занимает оно не так уж и много места. Ну и, в принципе, можно раз в месяц заходить чистить, чтобы всегда места у вас было вполне достаточно. Теперь, что касается различных логов программов и дампов различных программ. Например, есть программы, которые, когда вылетают, создают огромные дампы о том, что вот я вылетела, чтобы вы потом могли с этой программой разобраться, в чем же было дело и из-за чего программа вылетела. Вот, например, та программа, которой я сейчас записываю данное видео и потом его монтирую. Вот она у меня вылетела 2-3 раза за последние 3 месяца. И, соответственно, я в папках дампов нашел дампов на целых 8 гигабайт. То есть, 3 вылета, 3 дампа, и из этих дампов было создано файлов на 8 гигабайт. И все эти 8 гигабайт, естественно, хранились в папке на диске C. Так вот, как искать эти сраные дампы и как искать логи программ, которые бывают пачками создаются. Файлы сами по себе маленькие, но их создаются миллионы. И таким образом это все начинает очень-очень много места занимать на вашем диске. Я рекомендую для этого любую программу, чистилку, которая будет этим заниматься. Конкретно, хорошо, это все может почистить программка RecOrganizer. Вы о ней знаете, я о ней уже неоднократно рассказывал. Вы можете эту программку совершенно бесплатно скачать, можете ее некоторое время использовать бесплатно, потом, конечно, нужна будет лицензия. Либо ищите, смотрите, где можно достать лицензию бесплатно. Есть некоторые сайты, которые дают ключики. Ну, а на саму ссылку на эту программку я оставлю в описании под этим видео. Вы сможете перейти ее скачать. Так вот, данная программка, она позволяет находить вот эти самые логи, дампы и так далее. Естественно, не все, не от всех программ. Но в большинстве своем случаев как-то автоматизировано, более-менее быстро это можно сделать вот так. Очистка системы, освобождение места, исправление проблем на диске. Нажимаем кнопочку, вот здесь вот максимальная очистка. Обязательно читаем, что вот здесь написано, потому что здесь на самом деле может быть удалено уже то, что вам может быть нужно, и то, что вам не нужно. Тут уже смотрите, нужно вам это удалять или не нужно. Нажимаем кнопочку ОК, если вы это подтверждаете. Нажимаете кнопочку сканировать. Выполняем сканирование. Если у вас открыты браузеры, браузеры нужно закрыть, Потому что оно тоже будет выполнять сканирование кэша от того же самого браузера Если не хотите удалять, либо кэш уже сами почистили Нажимайте просто кнопочку ОК И таким образом ваш компьютер будет просканирован Наличие всего того хлама, который помимо того, что мы уже с вами наудаляли Вы удалить не смогли сами вручную И вот этот хлам иногда занимает огромное количество места на вашем диске C Ну, либо еще один момент Вы можете те файлы, которые вы хотите удалить Логи или дампы, поискать именно по их расширению То есть вот здесь можно просто в поиск забить, например, точка ДМП Дамп И, соответственно, поискать во всех папках, где именно эти дампы у нас будут храниться И также можно поискать точка лог И поискать, где эти логи во всех папках будут храниться Не обязательно здесь через вот этот поиск искать Если вы именно хотите очищать диск C, чтобы он вам не шерстил по всему компьютеру Переходите вот так на диск C Здесь вот именно в поиске вверху впишиваете лог И, соответственно, ищите все файлы, которые могут касаться логов Кроме того, здесь вы можете, например, сделать вид в виде таблицы Чтобы знать, какие логи, например, занимают огромное количество места То есть в данном случае вот здесь вот ставим таблицу И в таблицах вот тут у нас есть размер Да, он у нас находит файлы и он у нас находит папки Так вот, у нас вот есть файлы, вот, например, большой лог Да, но это DLL-овский Это именно логи системные Тут вот можно будет найти все файлы с окончанием .log И все папки с окончанием .log И, соответственно, посмотреть Возможно, они занимают большое количество места Возможно, эти файлы и папки можно будет удалить То же самое можно будет проделать с файлами дампа Ну и, как я это уже показал Здесь вы видите, что у нас нашерстила программа Опять-таки, в моем случае это винда неиспользуемая Поэтому здесь никаких логов и дампов нету Поэтому он и нашел всего 65 мегабайт Хотя мы с вами уже целую кучу чисток провели до этого И программа все равно еще смогла кое-что дополнительно найти И еще это не конец То есть на данный момент программа еще не прошерстила весь компьютер Итак, вот программка прошерстила весь компьютер И еще нашла 65 мегабайт В моем случае это мало Но в вашем случае это могут быть огромные даже гигабайты Так что можете попробовать Конечно, не обязательно использовать REC Organizer Если у вас какие-то другие есть программы-чистерщики Можете попробовать использовать их Но там никаких гарантий я не даю Естественно, что оно будет вам искать и логи, и дампы И различный кэш, который вы еще не удалили даже через системные разделы В общем, ссылочка на программу будет в описании под этим видео Так, ну а мы же едем дальше Давайте это все дело закроем И следующее, что может заполнять место на диске C Это облачная синхронизация Я уже об этом говорил В Andrive мы уже перенесли Но многие используют, например, Яндекс.Диск Многие используют Гугл.Диск В общем, различные диски различных облачных сервисов Так вот, все то, что вы помещаете в эти облачные сервисы Эти файлы все синхронизируются с интернетом Все, что лежит в интернете, синхронизируется у вас с вашим компьютером Таким образом, если вы используете какой-то из этих облачных сервисов Вам нужно либо отключить синхронизацию Чтобы у вас не синхронизировались файлы с интернета Но это может быть не очень удобно тех, кому это нужно Либо второй случай Перенести вот эти вот папки Которые делают синхронизацию Не на системный диск То есть у вас системный диск C Значит переносится любой на другой диск И там оно пускай синхронизируется себе сколько угодно Без проблем Не забывайте только о том, что вот эта синхронизация Очень сильно нагружает диск Еще один момент Многие забывают о том, что когда вы используете какой-нибудь браузер Вот, например, я запущу сейчас Гугл Хром Вот, в моем случае, когда вы используете этот браузер То у вас есть скачанные файлы Вот в моем случае есть скачанные файлы в папках загрузок Так вот, все эти загрузки, они помещаются в моем случае Все эти загрузки помещаются на диск C Так вот, в настройках вы можете изменить, куда скачивать эти файлы Чтобы все последующие загрузки у вас не занимали места на диске C Чтобы у вас диск C не занимался Опускаем самый низ, нажимаем кнопку дополнительно И вот здесь обратите внимание У нас есть папка C-User-Spec-Download И в данном случае все загрузки, которые у меня хранятся Они все лежат у меня, в моем случае, на диске C Вот они, загрузки То есть это у нас тот же самый мой компьютер C-Download То есть все, что вы загружаете в интернете через браузер Все загружается к вам на диск C Чтобы этого не происходило Вот здесь вот вы можете поменять эту папку Нажать кнопочку «Изменить» И, например, разместить ее на диске D Опять-таки здесь создаем папку «Download» Почему я все делаю на английском языке? Потому что, когда вы делаете название папок на английском языке У вас не будет происходить никаких конфликтов с программами Вот они, загрузки Выбираем эту папку Нажимаем кнопку «Выбор папки» И в данном случае у нас браузер будет загружать Именно теперь на диск D все эти файлы, которые вы загружаете с интернета И не будет занимать у вас никакого места на диске C То же самое я рекомендую проделать с другими программами Через которыми вы запускаете загрузки Ну, в моем случае я покажу на торренте Вот он у меня есть торрент Вот я, конечно, через него еще ничего не загружал Но здесь тоже есть настройки Здесь можно перейти в раздел «Настройки программы» И здесь есть раздел «Папки» Так вот, здесь вы можете поставить две галочки Помещать загруженные файлы Опять-таки в ту же самую папку «Downloads» То есть, чтобы у вас все загрузки из торрента, из браузеров Шли вот именно в эту папку И то же самое вы нажимаете вот здесь вот Выбираете диск D И нажимаете кнопку «Downloads» Выбор папки Окей, окей Нажимаете кнопочку «Применить» Окей В данном случае все, что у вас будет загружаться через торрент Сразу будет помещаться на диск D И не будет занимать место на диске C Еще пару моментов, о которых некоторые забывают О том, что все то, что храните вы на диске на рабочем столе Все это хранится на диске C То есть, если вы храните какие-то большие файлы на рабочем столе Например, файлы видео Файлы с фильмами Например, какие-то образы дисков Образы игр Образы программ Все это огромное место занимает на вашем рабочем столе Естественно, рабочий стол У него тоже есть какое-то физическое место хранения Физическое место хранения рабочего стола Это и есть диск C Поэтому, если у вас что-то большое лежит на рабочем столе Перемещайте это на диск D Обычным копированием Вот просто взяли Нажали кнопочку «Вырезать» Перешли на диск D И туда этот файлик вставили Никаких проблем у вас с этим не возникнет Так можно сделать с любым файлом То же самое, что у вас ранее было в загрузках Вы можете все вот это взять Отсюда «Ctrl-X» вырезать Это я на клавиатуре нажал «Ctrl-X» И вот в эту папку «Download» Вы можете все то же самое вставить Чтобы у вас на диске C Не занимало все это дело место Ну или если это вам все не нужно Можете просто взять это «Shift-Elet» удалить То есть, в данном случае Как надо, не надо Это вы уже делаете, смотрите сами Еще один момент Многие забывают о том, что Многие помещают файлы в корзину Вот допустим Вы удалили какой-то файл Нажимаете кнопочку «Удалить» У вас вот здесь вот в корзине появилась вот такая куча Так вот, многие просто удаляют файлы Но никогда не чистят файлы корзины И это вот совсем уже печальная история В том, что надо будет просто зайти Нажать кнопочку «Очистить корзину» Все, что в ней лежит, оно будет удалено И только тогда уже все это не будет храниться на вашем диске А пока оно лежит в корзине, оно будет храниться на вашем диске Ну и еще один момент Если вдруг вот эти файлы вам начали мешать Еще покажу Нажимаем кнопку «Параметры», чтобы это все отключить Чтобы нам это все дело не мешало Ставим вот здесь точку и ставим вот здесь точку Нажимаем кнопку «Применить» И все, скрытых файлов и папок у нас нигде нету На диске «С» у нас все чистенько На диске «Д» у нас все чистенько Теперь ваш диск «С» никогда в жизни не будет сам по себе забиваться А даже если он чем-то там минимально изобьется Вы в любой момент сможете очистить этот диск И в любой момент контролировать Сколько свободного места у вас будет на диске «С» Надеюсь, это видео вам было очень полезно Надеюсь, что вы перейдете на мой канал Потому что на моем канале есть целая куча других Интересных полезных видео по поводу Windows Настройки Windows По поводу Android Настройки Android И различных интересных вещей в сфере IT Заходите на канал, смотрите эти видео Возможно, они вам понравятся Если понравятся, не забывайте подписаться на канал Очень сильно и звонко звените в колокольчик Если хотите получать все мои новые видео Сразу после выхода Вам будет приходить уведомление о том, что мое видео вышло Ну и если я вам очень хорошо помог Либо вы уже давно смотрите мой канал Не забывайте о том, что вы можете пригласить на мой канал своих друзей Возможно, им тоже нужна моя помощь Возможно, им тоже будет интересно посмотреть мои видео Ну а на этом всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok